Вот так с помощью болгарки житель Канска делает надрезы на скользкой плитке, чтобы продемонстрировать, как можно решить проблему с частыми падениями на ней горожан. На кадрах виден результат – изувеченное покрытие, однако теперь на нем точно не поскользнешься. Все это он даже записал на видео, которое затем было опубликовано в социальных сетях. К такой инициативе пользователи отнеслись по-разному. Кто-то назвал его героем, а кто-то вандалом. Разделились мнения и самих жителей города. Так-то лучше не будешь падать хоть. Пройдешь по этой плитке и не упадешь. А так я боюсь, я всегда перешагиваю. Я больше поддержу его. Да вообще страшновато по этой плитке-то ходить-то. Испортил, но у него, наверное, такое мышление. Некрасиво будет. Ну, что-то надо же делать все равно, чем-то покрыть может. Ну, это же специалисты знают, которые делали же эту плитку. Инициативу местного жителя сейчас обсуждают и депутаты городского совета. Как они говорят, проблема насущная. Вот человек решил взять все в свои руки. Но все же это порча имущества. И теперь хаотичные надрезы выглядят крайне неэстетично и будут портить вид. Как рассказал куратор проекта благоустройства площади, когда его принимали, по бумаге все выглядело совсем иначе. А специалисты о возможных проблемах почему-то умолчали. На картинке же ты не поймешь, скользкая она или нет. На картинке все красиво, все хорошо смотрелось. Это, я думаю, должны были учесть проектировщики. Если они не первый год работают с таким камнем, с такой тротуарной плиткой, с брусчаткой, они должны знать, какая скользит, какая нет. Ну, вот она доставляет массу неудобств. Пискоструйкой мы в том году проработали. Мы две плитки взяли и прошли, как раз пескоструем нанесли насечки. Принесли на место, снег заложили. Получилось так, что именно в эти бороздки в канавке снег набился и скользота осталась. Она как была скользкая, так и осталась. Местные власти решили бороться со скользкой плиткой более щадящим способом. Они ее покрыли небольшими сугробами. Правда, в некоторых местах участки со скользкой поверхностью без каких-либо противоскользящих покрытий по-прежнему проглядываются, так что шанс здесь упасть также остается высоким. Тем не менее, инициативу местного жителя в мэрии не оценили и уже написали заявление в полицию по факту порчи общегородского имущества. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, Александр Шумилин, телекомпания Канск, 5 канал.